Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной на вахту заступили оператор Василий Дулепинский, хаводитель Прохор Осипов. Ну а колесим мы по дворам улицам Перми. На комфортабельном автомобиле Лифан Солана от компании Демидыч, что на Ким 75. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни хотел узнать, что же происходит за каким-нибудь высоким забором. Любопытство в той или иной степени одолевает каждого из нас. И тот, кто устанавливал ограждение на бульваре Гагарина, прекрасно об этом знает. Вот они, любопытные пермики. Ни короткие пышные юбки, ни высокие каблуки, ни нарядные рубашки не помешали им забраться на ограждение, дабы узнать, что же оно скрывает. У них это получилось. Потому как они картонные. А вот мы, как не пытались сюда залезть, так у нас это и не получилось. Уезжаем вот, так и не узнав, что же там за высоким забором. Во дворе 107-го дома по улице Ким стоят замечательные, большие, удобные мусорные контейнеры. Целых два. И прибывают они, надо сказать, в неплохом состоянии. Сразу видно, что мусор из них вывозится регулярно. Но речь-то пойдет не о контейнерах, а о том, что находятся рядом с ними. А рядом с ними, что называется, не в сказке сказать, не пером описать. И тары из магазина, и строительный мусор, и бытовой, и старая мебель. В общем, всего и не перечислить. Хотя здесь не перечислять, здесь вывозить нужно. Но это уже не к нам, это к подрядчикам. И тем организациям, которые подобный мусор не на площадке должны складывать, а сами вывозить на свалку. У ребятишек, которые проживают в домах по улице Народовольческой, теперь новая забава. Во время прогулок они лазают по огромному медведю, установленному на газоне. И сам медведь, и медвежонок, и бельчонок в дупле, прям как настоящие, хоть и изготовленные из обычного бетона. У них здесь рукотворный памятник, символ у Пермского края, а у нас кадр с сегодняшнего дня. Не обойдется наше сегодняшнее дежурство и без телезрительского кадра дня. Его нам прислала Елена, которая во время просмотра передачи по одному из центральных каналов заметила ошибку в титрах. Не очень серьезную, просто буквы местами поменяли, но получилось очень даже призабавно. Анатсасия. Но мы-то посмотрели, заметили и улыбнулись. А вот зная крутой нрав самой балерины, можно лишь предполагать, как она среагировала на подобную интерпретацию своего звездного имени. А сейчас пришло время назвать имя очередного победителя нашего конкурса на лучшую новость недели. На этот раз им становится Светлана, которая прислала в нашу редакцию фотографию, игрушки, которая по виду напоминала зайца, ну а на ценнике обозначалась как курица. Вот за этот забавный кадр дня Светлана и получает в подарок ПУФ от мебельного центра Мебелёва, что на энергетиков 37. А все остальные телезрители телекомпании «Рефей Пермь» в июне при покупке мебели в центре Мебелёва могут получить 10% скидку. Нужно лишь назвать кодовое слово ПУФ. А наш конкурс тем временем продолжается. Обо всем, что вас радует или огорчает, вы можете сообщать, как всегда. В информационно-справочную службу дежурный по городу по телефону 2-630-300. И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватовой, Василия Дулепинских и Прохора Осипова. Встречайте завтра Игоря Гиндиса и ни в коем случае не унывайте. Удачи и до скорой встречи.